при выезде из армянского арцаха в армению азербайджанские спецслужбы страны террориста и агрессора азербайджана арестовали известного армянского бизнесмена политика которого зовут рубен варданян друзья вы знаете об этом но есть очень много подноготной разной информации я хочу по этому поводу выразиться когда рубен рубен варданян известный бизнесмен филантроп миллиардер в конце концов человек значит предприниматель с человеческим лицом который пропагандирует правильные человеческие ценности сын которого пошел воевать 2020 году в арсавской войне и рубен варданян вы знаете несколько месяцев назад стал госминистром арцаха вы помните те реформы которые он начинал там проводить и собирался их целом закончить и его инициативы были хороши но в результате произошла ситуация когда в общем он был вынужден подать в отставку и террорист и агрессор страна азербайджан очень этого хотела и очень настаивала и требовала в ультимативной форме значит чтобы рубена варданяна в арцахе не было хотя его бабушка оттуда его корни оттуда то есть его семья оттуда в общем друзья в результате рубен варданян ушел с поста госминистра и я тогда сказал что очень зря я тогда очень поддерживал его мне некоторые мои земляки говорили о том что не только не рубен варданян и на вопрос почему мне говорили о том что он когда жил в российской федерации зарабатывал там свои капиталы он якобы отмывал деньги путина но ни один мой земляк и не только земля кто так говорил не предоставил никаких доказательств а я как предприниматель с более чем двадцатилетним опытом зная его тренинги рубена варданяна его филантропскую деятельность и так далее зная что нет ни одного факта по крайней мере никто не предоставил никогда ни одного факта коррупцию коррупционного против рубена варданяна поэтому друзья я поддерживал рубена варданяна но предлагал людям рассказать правду если они ее знают но правда оказалась очень простая правда оказалась очень простая что рубена варданяна отправили в отставку и это было выгодно российской федерации и азербайджану Потому что они между собой партнеры. И на сегодняшний день даже для слепого и глухого это очевидно. И несколько дней назад, более недели назад, когда Рубен Варданян выезжал из Арцаха в Армению, его задержали азербайджанские спецслужбы и доставили его в столицу Азербайджана, в Баку, где они провели над ним следственные действия и его уже обвиняют в определенных статьях терроризма и так далее. Нет смысла говорить глубоко об этой чуши. В общем, это очевидно. Друзья, почему я об этом говорю? Я говорю об этом, потому что это очень важно. И каждый наш земляк, который арестован преступной властью Азербайджана, этой страной террористом и агрессором, каждый земляк у нас на счету, каждый наш брат и каждая наша сестра. И поэтому я хочу сказать о своей поддержке Рубену Варданяну. Я знаю, что этот сильный и мощный человек, какой бы он сейчас ситуации ни находился там, непосредственно в лапах этих агрессоров, я знаю, что очень скоро он будет опущен. Это вопрос, скорее всего, что нескольких месяцев, я так думаю, из того, что я знаю. И Рубен Варданян очень активно и очень мощно проявит себя, я уверен в этом, на благо Армении. Не на благо Рашистской Федерации, а именно на благо Армении. Я в этом не сомневаюсь, потому что можно рассказывать какие угодно моменты. И то, что человек заработал свой капитал в России, это не говорит о том, что он в привержении с Путина и поддерживает Путина. Если бы он поддерживал Путина, то он бы сидел в России и делал огромные проекты там. Поэтому, друзья, моя поддержка Рубену Варданяну и всем тем, всем тем людям, которых арестовали, какая бы ни была ситуация, в чем бы ни были виноваты эти люди, но это наши люди, это наши армяне. Поэтому с кем нужно разбираться, мы, безусловно, разберемся с вами сами. Так что я поддерживаю наших земляков и призываю, чтобы террорист и агрессор страны Азербайджан вместе с русскими отпустили наших армянских задержанных. Я Самвел, украинский армянин, друзья, и представляю информационный центр КАП. Это украинский YouTube с армянским акцентом. Подписывайтесь, друзья, на наш YouTube обязательно в первую очередь, на наш TikTok, на наш Telegram-канал и в целом на все пять информационных площадок, на которых мы публикуемся. Друзья, будь мой орач, орач и только орач и капи меч.